Красивый на вид и приятный в управлении, независимо от того, где он находится, на обочине или на гоночной трассе. Феррари Рома 2022 года – это ода лучшим автомобилем GT марки. Гладкий и мускулистый корпус придает купе большую привлекательность, а Феррари использует элементы стиля, которые отдают дань уважения историческим гранд-турерам 50-х и 60-х годов. Под длинным капотом Рома, расположенным в центре автомобиля, находится 3,9-литровый V8 с турбонаддувом, который развивает 612 л.с. и 561 фунт фут крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, также известной как D-CT, которая дебютировала на еще более экзотической модели Феррари SF90 страдала. Тем не менее, поездка за рулем показала, что этим Феррари можно наслаждаться во время беспечного круиза или гонять по извилистым поворотам. Его высокофорсированный V8 издает великолепные звуки, а D-CT быстро адаптируется к просьбам о резком переключении передач. Хотя рулевое управление не требует больших усилий, мы оценили его прямоту и точность. В интерьере Рома, обтянутом кожей и искусственной замшей, сочетаются высококлассные материалы и уникальная планировка. Каждый пассажир, сидящий на переднем сиденье, окружен широкой приборной панелью, которая переходит в двери и плавающую центральную консоль. Перед водителем находится огромная 16-дюймовая полностью цифровая панель приборов, которая реагирует на тактильные элементы управления на рулевом колесе Рома с плоским дном, утяжеленным кнопками. Пара задних сидений превращает его в купе 2 плюс 2, и пространство действительно подходит для взрослых в короткие промежутки времени, пока передние сиденья правильно отрегулированы. В отличие от большинства других моделей Феррари, Рома имеет большую центральную часть, но не ожидайте, что в салоне будет много места для хранения вещей. Несмотря на знаковый логотип Prancing Horse, Рома это скорее Grand Tourer, чем нацеленная на гонку модель. В результате он предлагает пассажирам больше информационно-развлекательных и коммуникационных функций, чем некоторые другие модели Феррари. Сюда входит вертикально установленный 8,4-дюймовый сенсорный экран, а также отдельный экран для пассажира спереди. Стоимость Феррари Рома начинается от 220 тысяч долларов. В зависимости от того, как на это посмотреть, это либо выгодная сделка, либо запредельно дорогая цена. С одной стороны, это на 100 тысяч долларов дешевле, чем другой Феррари GT 812 Superfast. С другой стороны, большинство людей все равно не смогут позволить себе Рома.